Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Ожидается, что новогодняя ночь в Самаре будет морозной. По данным сервиса Яндекс.Погода, с 29 по 31 декабря в регионе резко похолодает до минус 25 градусов. При этом в первые дни Нового года метеорологи обещают ясную погоду и температуру воздуха до минус 30. В ближайшие дни зима тоже проявит свой характер. Уже в среду, 22 декабря, столбики термометра опустятся до минус 10 и минус 15 градусов. А в четверг будет еще холоднее – минус 17, минус 22 градуса. При этом ночью местами до минус 27. Депутаты Госдумы предложили законодательно объявить 31 декабря выходным днем на постоянной основе. По их мнению, Россия не должна иметь возможность подготовиться к встрече Нового года. Еще в конце 2020-го председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Аргументировано это тем, что 2 и 3 января так и были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье. Поэтому выходной перенесли на пятницу 31 декабря. В Самарской области выявили еще 582 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего новых пациентов в Самаре 257 человек, 237 в Тольятти, 27 в Красноярском районе. 513 человек обследованы с диагнозом внеболичная пневмония и ОРВИ. 69 выявлено при проведении профилактического обследования лиц, не имеющих клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали 194 662 случая заболевания коронавирусом. Большинство, а это 144 601 человек, полностью выздоровели. За минувшие сутки из медучреждений региона выписано 867 пациентов. Увеличилось и число тех, кто так и не смог побороть опасный вирус. За все время наблюдений жертвами COVID-19 стали 6077 наших земляков. Только за минувшие сутки скончались еще 19 человек. В ближайшие дни в регионе прогнозируют морозы. Это поспособствует формированию льда на водоемах. Соответственно, вверхитет и число любителей экстремальной зимней романтики, рыбаков или тех, кто просто решил прогуляться. Сотрудники областного управления МЧС напоминают об опасности выхода на лед. За ноябрь и декабрь этого года в регионе из-за собственной беспечности погибли два человека. Еще одного провалившегося удалось спасти. Как не попасть в ледяной плен и что делать, если все же оказались там, расскажем далее. На Волге в окрестностях Самары льда еще нет, но сотрудники центра ГИМС областного управления МЧС уже глядят в оба. Об опасности выхода на лед они знают не понаслышке. Регулярно спасателям приходится возволять из ледяного плена горе рыбаков и не только. В этом году в марте в период ледостава на водоемах Самарской области погибли два человека. Еще двое провалились под лед в ноябре и декабре месяце. «Выход на лед очень опасен. Пусть мы видим, что на Волге еще лед не сформировался, а вода открытая. Но, как правило, очень многие водоемы Самарской области, это озера, затоны, затоки, то есть все-таки уже во льду. И очень часто, то есть рыбаки выходят на лед, вода может прибыть и не заметить, что вода выходит. И по тяжести воды, также вот снег, который идет, он тоже давит очень сильно на лед, то есть он ослабевает». Уже на этой неделе в регионе ожидается резкое понижение температуры. Это поспособствует формированию льда, в том числе и на Волге. Соответственно, вырастет и число любителей экстремальной зимней романтики – рыбаков или тех, кто просто решил прогуляться. Жительница Самары Марина Яковлева вместе с мужем, например, периодически ходит через Волгу на лыжах, при этом глядят в оба. «Ну, это переживаю, конечно, потому что далеко ходит, и, в общем-то, это опасненько. Ну, я и сама частенько хожу, но когда уже все встанет». «То есть на тонкий лед не выходит?» «Нет, нет, однозначно нет». А некоторые и вовсе предпочитают экстриму – спокойные прогулки по набережной. «Не знаю, столько лет я через Волгу не хожу. Здесь какой-то фагический страх, наверное. Не знаю. А набережная однозначно каждый день». Людям напоминают – никаких санкционированных пеших переправ через Волгу не было и нет. Выход на лед в любом случае опасен. Переправляться на другой берег рекомендуют лишь на судне с воздушной подушкой. Но право выбора, конечно, каждый оставляет за собой. А если уж речь идет о зимней рыбалке, так это святая русская традиция, привлекающая многих. Это не запрещено, но в погоне за хорошим уловом все же забывать не стоит и о мерах безопасности. «Святает очень поздно. Даже если вы выходите на тот водоем, который, казалось бы, ходили каждый день, не факт, что за ночь не произошли изменения. И на той тропе, по которой вы ходили, не образовались промоин, лунок и так далее. То есть провалиться под лед шансы увеличиваются. Напоминаем еще раз рыбакам в первую очередь, что алкоголь и нахождение на льду – это две несовместимые вещи. Напоминаем второе, значит, что должны знать близкие, друзья, родственники, куда пошли, на какой водоем, с кем, с какой целью и когда хотите вернуться». Проверьте, заряжен ли телефон. Не кладите его в карман штанов. Лучше в верхние и наружные карманы куртки. Возьмите с собой длинную веревку. А еще лучше, советуют специалисты, наденьте спасательный жилет. Он поможет удержаться на поверхности воды. Если его не оказалось в случае провала, постарайтесь не паниковать. Скиньте с себя лишние вещи, рюкзак и верхнюю одежду. Кричите, зовите на помощь, выбирайтесь в ту сторону, откуда пришли. Оказавшись на льду, ни в коем случае сразу не вставайте. Ползите, перекатывайтесь как можно ближе к берегу, а уже там попытайтесь побыстрее согреться и позвонить 112. Павел Баймаков, Сергей Ставцев, СТВ. Неприятный запах и затопленный подвал. Жители дома номер 2А по улице Пугачевская уже больше двух недель не могут добиться ликвидации коммунальной аварии. Говорят, коммунальщики о проблеме знают, но почему-то бездействуют. Подробнее расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Подвалы переполнены, а в подъезде ужасный запах, жалуются жители. Говорят, эта ситуация повторяется из года в год, а то и чаще. Жильцы обращались в ответственные службы, но все тщетно. Две недели назад, даже больше двух недель назад, затопило подвал. Обратились в управляющую компанию, которая подъехала тут же и сказала, что засорена межквартальная канализационная система. Они тут же обратились в самарские коммунальные системы с просьбой, чтобы очистили межквартальную систему. Прошло две недели, а ВОЗ и ныне там. Управляющая компания пробить этот засор не может, потому что нужно вскрывать колодец, который находится в квартальной зоне. Нужно ремонтировать межквартальную канализационную систему. На этот раз коммунальщики уже приезжали, говорят люди. Но никаких действий до сих пор нет. В лифте вообще невозможно ехать. Вот до 9-го я еду, и у нас такой перегородочкой дверь, и даже там пахнет, вообще невыносимо. Вот на 9-м этаже у нас очень воняет. И главное, плоти мы все постоянно относимся, все хорошо. Я знаю, у нас нет даже никого. А как что-то делать, мы никому не относимся. Когда это подтопление идёт, быстро не делается никогда. Это делается 2-3 недели, а то и месяц. Это постоянно. Вот там сейчас эта жижа, это больше метра глубиной. Это затопило весь подвал. Это постоянно повторяется. По словам жильцов, в доме без того немало проблем. В некоторых квартирах нет горячей воды, а у кого там холодные батареи. На втором этаже живём. Холодно. Батарея чуть тёплая. Поменяли батареи. Всё сделали. Вот и вода у нас холодная. Люди уже не знают, куда обращаться за помощью, и просят обратить на них внимание и помочь в решении проблемы. Ексера Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. Крупный пожар в Самаре. Цех по производству контрафактной медицинской одежды в Тольятти и ДТП, в результате которого пострадал человек. Подробнее об этом мы не только расскажем в обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в Тольятти. Авария произошла около пяти вечера 19 декабря на улице Лизы Чайкиной. По данным ГИБДД, при повороте налево 42-летняя женщина, водитель Пежо, не заняла крайний левый ряд, и машина столкнулась с Ниссан, пассажир которого, это 9-летний ребёнок, получил травмы. Его доставили в больницу. В Тольятти пресекли деятельность цеха по пошиву контрафактных изолирующих костюмов для работы в красной зоне по COVID-19. Производство функционировало в автозаводском районе. По данным полиции, пошив контрафакты вёлся в период с ноября прошлого года по январь 2021-го. При этом предприниматель использовал чужой товарный знак, а позже поставлял продукцию в медицинские учреждения. Ущерб от действий злоумышленника составил порядка 12 миллионов рублей. В ходе осмотра места полицейские изъяли около 8 тысяч медицинских изделий. Вечером в воскресенье 19 декабря пожарные боролись с огнём на улице Антонова-Овсеенко в Самаре. Там горели павильоны на территории автомобильного рынка. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. К тушению было привлечено 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Около 9 вечера возгорание было ликвидировано. Обошлось без пострадавших. Более 16 тысяч штук контрафактных курток не попали на рынок сбыта. В районе села Большая Черниговка сотрудниками мобильной группы Самарской таможни было остановлено транспортное средство, следовавшее из Киргизской республики в Москву. По документам в грузовом отсеке привозились товары народного потребления. В ходе таможенного досмотра на товаре, маркированном известным брендом, были выявлены признаки контрафактности. Позже это подтвердил и правообладатель. Ущерб оценили в 65 миллионов рублей. 20 декабря в России отмечают профессиональный праздник сотрудники органов безопасности. Накануне в Самаре на территории областного управления ФСБ стоялось торжественное открытие мемориала «Самарские чекисты. Герои Отечества». В открытии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, начальник УФСБ России по Самарской области генерал-лейтенант Андрей Акулинин и представители ветеранских организаций. Заботиться об экологии можно и нужно с малых лет. Специалисты регионального оператора обращения с ТКО провели необычный урок для воспитанников школы-интерната номер 71. Ребятам рассказали, как правильно сортировать отходы, какую продукцию производят из полученного вторсырья, также почему профессия эколога сегодня особенно востребована. Тему продолжит Екатерина Алексеева. Этот эко-урок запомнится ребятам надолго. Цель занятия – рассказать о востребованных профессиях. Например, водитель мусоровоза. Ежедневно Самарский регион обслуживает порядка 800 единиц спецтехники. Более 160 из них новые. Воспитанники интерната воочию увидели, как работает современное погрузочное оборудование и пресс. Водители мусоровозов рассказали о специфике своей работы. Это уникальное мероприятие, которое, конечно же, на практике позволяет ребятам применить навыки, полученные уже в ходе экологического обучения в образовательной организации. Конечно же, с привлечением такой техники, такого оборудования, с привлечением специалистов, которые грамотно и верно разъясняют ребятам о важности экологического воспитания и грамотного отношения к переработке отходов. Это, естественно, оставляет неизбладимые впечатления. Со стартом реформы обращения с ТКО в России особенно стала востребована профессия эколога. Именно эти специалисты работают во благо окружающей среды. А экологи регионального оператора занимаются еще и экопросвещением детей и взрослых. Экология, охрана окружающей среды, раздельный сбор отходов, переработка, экономика замкнутого цикла – это все возможно только тогда, когда есть системное понимание и повышенный уровень экологической культуры у жителей любого региона, в том числе Самарской области. Как это возможно достичь, добиться? Региональный оператор уже третий год, скоро будет, проводит системную просветительскую работу, которая направлена на различные слои населения. Экологи регионального оператора по обращению с ТКО рассказали детям, как правильно сортировать отходы, куда направляют собранное вторсырье и какую продукцию из него производят. Сразу после теории и практики школьники всерьез отнеслись к вопросу раздельного сбора отходов и собрали несколько коробок макулатуры и другого вторсырья. Я узнала, как правильно сортировать мусор и что есть профессия эколог помогать природе, не засорять ее. Стараюсь не мусорить, убираю за собой. Завершилась встреча предновогодними поздравлениями. Экологи поздравили ребят с наступающим праздником и вручили полезные подарки – книги на экологическую тематику. Дексир Алексеев, Олег Галочкин, СТВ Далее еще немного информации. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите наши новости на канале YouTube, на ваших экранах QR-код, сканируйте у камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Дрессированные животные, многообразие костюмов, искрометные трюки и не только подарят новогоднее настроение каждому. Жители и гостей города приглашают в Самарский государственный цирк на шоу «Белые львы. История из Парижа». Увлекательный рассказ о том, как любовь и чувства могут растопить даже самое холодное сердце. Зрителю ждет красочный, зрелищный спектакль, в котором сложнейшие цирковые трюки, профессиональная актерская игра и шикарная музыка сольются воедино в удивительную новогоднюю сказку. Очень интересный спектакль, достаточно занимательный. Акробаты вообще чудесные. Танцовщица на канатах – просто шик, блеск, красота. Вот как раз-таки сегодня создалось новогоднее настроение. Просто чувствуется приближение Нового года. Мне понравились очень сильно коты. Очень красивые. Но они очень милые, пушистые такие. На манеже выступят и главные герои программы «Белые львы». Под руководством заслуженной артистки России Надежды Сквирской. Несмотря на суровый нрав своих подопечных, хрупкой и утонченной дрессировщице все же удается найти с ними общий язык. Я их прошу. Они делают. Иногда не делают. Но я их все равно продолжаю просить. Но, в общем-то, идем в ногу со временем. Современная дрессура без насилия. Только то, что нравится животному. Ну и, соответственно, и дрессировщику. За праздничным настроением в путешествие по новогодней сказке приглашают всех желающих.